Эмоции через край. Ульяновск встречает свою чемпионку. Инна Тружукова буквально только шагнув с самолета, утопает в цветах. На вопрос, что далось труднее всего, сразу и не ответить. В полуфинале была схватка с титулованной соперницей. В финале было тяжело не потерять психологический настрой на первое место. Сейчас я выступила не в олимпийском весе, но я всегда боролась в олимпийском. Это 62 килограмма. Я буду бороться в этом весе. Я думаю, что теперь будут лицензионные турниры рассматривать меня, потому что лицензии нет в этом весе. А чтобы строить планы на 2020 год, надо сначала брать лицензию на страну, а потом уже будем готовиться к Токио. Упорные тренировки с 10 лет. В небольшом поселке секция борьбы была единственной. Вдохновил и премьер отца. Он и был первым тренером Инны. Она с малых лет как-то начала заниматься, заниматься. Потому что она начала с первым мальчиками. С первого у меня девочек не было. Потому что своя дочь. Я поэтому привел к мальчикам. И она пошла, пошла. И своим братом они занимались. Брат Игорь. На год старше. Вот они вместе и занимались. Победа Инны открывает новые горизонты для всех ульяновских спортсменов и придает серьезный импульс развитию женского направления в вольной борьбе. Инна своим примером готова помогать популяризировать этот вид спорта. У нас растет хорошая смена. Это и Анна Краснова. Призер и чемпион и победительница первенства Российской Федерации. Призерка первенства Европы. И Рената Минебаева. Тоже призерка первенства Российской Федерации. Это как бы уже смена ближайшей. Девочкам по 18-19 лет. Это наша ближайшая смена. Я думаю, что на таком примере они будут только расти. В мире 200 с лишним стран. И почти что все из них хотят делегировать человека на Олимпийские игры. А допускают только лучших-лучших. Вот девчачья вольная борьба в России выступила не очень ведь хорошо. Потому что лицензии мы не набрали, сколько хотелось. Но сейчас поздравляю Инну. Я ей пожелал еще собраться с духом и настроить себя как минимум на два олимпийских цикла. Ибо олимпийских чемпионов у нас пока маловато. Все еще впереди, уверено в спортивном сообществе. В Ульяновской области приняты изменения в закон о физической культуре. Спортсмены, взявшие первенство Европы, мира или Олимпиады, в течение четырех лет могут воспользоваться денежной выплатой для приобретения жилья. По мнению представителей спорта, это одна из лучших мер поддержки в стране. Сделано это для чего? Для того, чтобы если, например, человек понимает, что у него есть возможность выступить очень результативно на Олимпийских играх, он может быть не вот в качестве, например, на примере Инны, да, вот она сейчас стала чемпионкой мира. И если на чемпионате, на Олимпийских играх она выступит так же достойно, чего мы, конечно, очень хотим, и станет нашей Олимпийской чемпионкой, то тогда она может воспользоваться выплатой не как чемпионкой мира, а как Олимпийской чемпионкой. Короткая передышка и снова в бой. Тренироваться к предстоящей Олимпиаде. Планка поставлена высокая, опускать ее нельзя. Важна каждая деталь. Спорт не прощает ошибок. Но эта победа еще на шаг приблизила Олимпийский пьедестал.